Вот смотри, Алиса, зря ты ее завела. Ну-ка, выгоняй быстро. Ты посмотри. Ты только посмотри. Ну-ка, выгоняй быстро. Давай, выходи. Я сейчас все мою вот этой шваброй. Мне многие в комментариях пишут, Юля, до таких швабр полно на Валберес. Я это знаю, но мне в этой швабре понравилось то, что она очень круто, вот эта микрофибра, очень круто впитывает все, вообще все. И с нее потом это не осыпается, не течет. Короче, вот эта ткань, она просто обалденная. Всем огромный привет. Сегодня я еду на маникюрчик. У меня сейчас вот такой. И чуть позже покажу, какой я сделала. Ребят, у нас трещина пошла по лобовому. Это прилетел камешек. Капец. Вот непредвиденные расходы. 26 тысяч рублей стоит поменять лобовое стекло на нашей машине. С установкой. С установкой вместе, да. Это вообще, блин. Расходы откуда не ждешь, да? Квартира, кстати, у нас в Тонице недешевая. Анатолий Григорьевич сказал, что прям с беспонтовым ремонтом полуторки 5 миллионов стоит. Я была в шоке, честно. В Краснодаре такие цены. Но в Тонице это как маленький райончик. Тихая, спокойная жизнь. Ладно, пошла я, любимая? Я бы, наверное, выбрал лучше Тоницу, чем город. Да? Ну, все зависит от того, работающий человек или не работающий. Пенсионерам, конечно, лучше в Тонице. Здесь и продукты дешевле, и все. Да, и воздух чище. Да. Ладно, я пошла. Вот такой маникюрчик. Видно, нет? В общем, светлый с шиммером. Дороже, чем у моей девочки. Она мне делает за 1200, но и делает она 2 часа с лишним. А здесь, грубо говоря, за час. Мне сделали за 1400, очень быстро. Посмотрим, как будет носиться. Мне нравится, красивенько. Вот прям. На лето, да? Да вот дочь пока соберется. А я это, нет, я звонила, я думала, вы еще дома. Мне телефон нужен, мне очки нужны. Все, очки могу тебе вот дать. На, вот мои. Давай. Я одену другие, у меня есть еще. Да, тут что-то жарко. Как хорошо, что у меня модель очков такая. Всем подходит, ага. Универсальная. Универсальная. Ну что, едем кататься на роликах или просто гулять? Кататься. Кататься. Я еще взяла. Ох. Вот это. Ой-ой-ой. Вот это. Оксанку взяла? Оксанку. Короче, я выбрала мороженку вот такую. Давай, сейчас будем кушать. Вот в этой сумке у нас ролики. Леша такой красивый сегодня в беленьком. Алиска в голубом, свободном. Этот костюм я приготовила, Любовь Лукьяновне. Это мама передала, да. Мне кажется, он и маленький будет. Да, да, да. И поэтому я вот посмотрела и подумала, что Алиске будет хорошо. Тем более она любит такое свободное. Ну вот действительно, она оделась сегодня и не снимает. Я вообще думала, она дома в нем будет ходить. А ей пофигу. Слушайте, парк-то вчера тоже, похоже, утонул. Но вода быстро впитывается. Вот это послание потомкам. В 2039 году. Нужно будет открыть. Заложили в 2019. Там какая-нибудь капсула. Типа, живите дружно. Любите друг друга. Прославляйте Северский район. Мороженое очень вкусное. Очки, очки, папе, отдай сразу. Ой, молодец, умничка. И в обратную сторону. Осторожно, держись. О, там фонтан есть. Это Баба-Яга. Фонтан с Баба-Ягой. По мотивам сказок Александра Сергеевича Пушкина. Смотрите. Нет, я здесь не ходила по этой тропинке. Я реально не знала. Слушайте, как интересно. Там Баба-Яга. Да? Ой, какая страшная. Ну, а у нас Баба-Яга. Здрасте. Только не обняй, не тормози, сама тормози. Не надо обняй, говорю. Она умеет тормозить? Нет. Доча, мы тебя ждем. Я жду тебя, зайка. А ты меня звала, я не слышала. Пойдем с тобой, ты че? Ты-то на роликах быстро. Что-то нервничай. Мы нашли очень уютную лавочку. Такое вот местечко. Сидим, отдыхаем. У Алисы Пятачок. Да, она уже покаталась. Кстати, сказал глава района. Классное дерево, да, Леш? Джинни-Джи и мистер Босс. Ау. Алиса такая интересная. Придумывает движения. И ведь она не сбивается. Они у нее идут по порядку. Всегда. Какие-то связки придумывает неинтересные. Вот так. Молодец, доченька, молодец. Вот так. Ой, красотка, молодец. Ничего себе, опять поймала. Умница, дочь, умница. Молодец. Ай, чуть-чуть не успела. Мам, я палец не сломала. Мам, возьми, пожалуйста. Пальчик ударил. Сильно больно. Надо мазить ушибов. Дома у нас мазить ушибов. Мне очень больно. Сильно ушиб. Прям красненько. Пойдем чем-нибудь холодненькое купим. Пойдем? Что, в травмпункт на снимок? Если он просто не сгибает, то у него танцы. Это точно так же, как и у так. Не, нормально все. Пошли. Холодное приложим, мороженое. Ну-ка покажи еще раз, как ты палец сделал вот этот средний. Смотри, как она пальцы умеет делать. Смотри. О, господи. Алиса. Прикинь, я так не умею. Да ужас просто. Нельзя так делать. Потом у этой Даши Корейки вот так вот все суставы стали вот такие широкие. Нельзя. Ни в коем случае. Нельзя. Пойдем, пойдем купим холодненькое. Не надо. Ну ты вообще что ли? Алиса. Ну ладно, иди. Мы приехали в магазин Force Form. Хотим что-нибудь купить. Поедем скоро на отдых с мамой. Может быть, в Крым даже поедем. Короче, здесь много всего интересненького. Давай, присматривай. Ребят, ну это уже не шутки. У Алиски раздувается палец. А где трампунт? Прямо вон, пошли. Мы так удачно остановились на машине. Трампунт находится вот здесь, где бы ты и видите, желтая машина стоит. Сейчас дорогу перейдем. Леша у нас пока шопится, футболку покупает. А мы с Алиской, ну были в другом месте. Просто Алиса говорит, мам, что-то у меня палец уже раздувается. В общем, это не шутки, ребят. Идем в трампунт. И зато вот так вот удобно теперь показывать все. Средний палец. Алиска. Короче, ребят, у Алиса уши. Я не показываю средний палец. Я просто показываю то, что... Ну, просто у меня как бы перебинтован. Это не средний палец. Получили на Валберес одежду для Басика. Ну, это для большого Басика. Вот так, кстати, палец замотали. Талангетку поставили, да? Да, да, да. И шприца сделали. Такая палец не чувствуешь. Не чувствуешь? Ну и хорошо. Врачам виднее, как должно быть. Чему из ледки. Я вам сейчас показывала кофточку. Я ее заказала на Валберес. Пришла вообще. На следующий день я обалдела. Наверное, самый быстрый заказ, самая быстрая доставка. Сшито прикольно. Прям хорошо. Беленькая кофточка на замочке спереди. Показать я ее потом дома тебе покажу. Вот. Капюшон двойной. Вот такой вот замок спереди. Ну, она прикольная. Знаете, именно вот вечером ее носить и на лето такой цвет классный. Ну, белый. Это даже не белый какой-то... Не знаю, блин. Как не сливки даже. Ну, короче, классный цвет, но не чисто белый. Вот я взяла. Бренд Argo Classic. Шьют неплохо. Ух ты. Посмотрите, около копилки, как клево оформили зону. В общем, теперь можно сидеть не в копилке, а можно вот здесь даже отдыхать. Все. Смотрите, какую брошечку все купила. За губками. Короче, Леша зашел за батарейкой, а я увидела. Это первый, наверное, раз в жизни, когда мне понравилась брошка. Прикольная. Леша хвастается обновками. А, вот какой замочек. А я думала, полностью замочек. Угу. Ну, хорошо тебе. Такая моделька вообще тебе всегда хороша. Отлично, ну. У меня такая же есть цифра. С манжетом внизу, а это лишь без манжета. Ага. Супер. Ребят, снова дождь. Снова дождь. Блин, я уверена, что это климатическое оружие. Не знаю. Ну, не верю я, что в июне дождь каждый день. Такого просто быть не может на Кубани. Кубань просто смывает. Кошмар. Он небо какое. Так, ну что, ребят, укладываю Алису. Сделали уборку в комнате. Был бардак. Ужасно, конечно. Но Алиса говорит, что это нормально, когда у детей в комнате бардак. Она лайк вам показывает, ребят. Лайк показывает. По-другому. Ну, никак не получается. Вы уж извините. Да. Только вот так вот лайк показываем. Он у тебя вообще не сгибается, да? Ну, как тебе объяснить? Тебе сейчас размотать, показать? Нет, не надо. Давай. Не надо, у меня нет лейкопластыри. Не делай этого. А это я уже по несколько раз так его закрепила. Ну, он у тебя не будет потом прилипать. Не трогай. Я это уже делаю пятый раз. Только сильно не наматывай, сказал доктор, чтобы у тебя был намотан он свободно. Я знаю, как я наматываю. Если у ребёнка в комнате, ну как, не то, что грязно, просто вещи разбросаны, то есть, ну, неаккуратно. Ну, то есть, не то, что там разолит на всю комнату сок, и ребёнок купается в этом соке. Это не то. То, что у ребёнка там, например, раскиданы вещи, игрушки раскиданы просто, открыт шкаф, там, я не знаю. Это значит, что у ребёнка нет психических расстройств. Если ни одной пылинки он не путит на пол, это значит, что у него, ну, что-то психика не то, потому что, ну, это значит, что родители его прямо зашугали уже. Да, это я согласна. То, что всё, они его убьют из-за того, что одна пылинка упала на пол. Он ходит по струнке, да? Да. Удобный ребёнок. Ну, вот, смотри. Ой-ёй-ёй. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Бедняжечка моя. Ну, на ночь давай сделай всё равно. Кошмар. Ну, он прямо пух у тебя. Ну, по-своему носить всё. Сейчас слабенько. Ты молодец, очень аккуратно делаешь. Умничка. И чуть-чуть потушу. Всем пока-пока. Подписаны на канал. Удачи, ребятки. И сейчас... Берегите себя. Показывай вам лайк. Субсквай. Субтитры делал DimaTorzok